Уважаемые коллеги, добрый день! Меня зовут Кузняков Павел, я являюсь председателем Молодежного Совета Координационного Центра Национального Домена Сети Интернет. Сегодня мы находимся в гостях у заместителя директора Координационного Центра Андрея Георгиевича Романова. Андрей Георгиевич, здравствуйте! Добрый день! Андрей Георгиевич, тема управления интернетом сейчас наиболее актуальна не только среди специалистов IT-индустрии, но также среди видовых пользователей. В связи с этим вопрос, а с чего же начиналось, с чего же зарождался этот аспект в принципе? Какие были первые форумы и конференции? Тут в связи с управлением интернетом можно было бы пообсуждать проблему курицы и яйца. Что было сначала? Сначала, мне кажется, было определение, что такое управление интернетом. Здесь, конечно, надо сказать про деятельность рабочей группы по управлению интернетом, которая была сформирована в 2003 году и которая как раз и дала то определение, в соответствии с которым мы определяем тот объект и те субъекты, которые мы относим к управлению интернетом. Практически управление интернетом это все, что содействует развитию интернета. И, соответственно, если говорить об истории, то, наверное, первым субъектом была DARPA, которое, по сути, это агентство, которое в результате деятельности которого и была сформулирована задача создания интернета, ну и, соответственно, первые этапы его развития координировались. Потом встал вопрос разработки стандартов каких-то и была сформирована механизм разработки так называемых requestful comments, RFC. Это те документы, которые стандартизируют работу оборудования, программного обеспечения, то есть работа всех уровней, работа и взаимодействия всех уровней интернета. На базе этой деятельности была создана такая неформальная организация, и это интернет-инженеринг-таск-форс, которая до сих пор занимается разработками стандартов. Ну, я думаю, что можно говорить о большом количестве разных и рабочих групп, и каких-то комитетов, комиссий. И, конечно, стоит, наверное, их распределить по конкретным уже, так сказать, направлениям и предметам, потому что, в общем, многообразие такое, что можно говорить часами и, так сказать, и все равно не рассказать о Васе. Ну, вот как-то так я бы постарался ответить. Андрей Георгиевич, мы знаем большое количество конференций и форумов, таких как семьярные встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества в Женеве и в Тунисе 2003-2005 годы. Мы знаем рабочие группы по управлению интернетом, NetMundial и еще большое количество форумов. Какие главные темы были на их повестке дня и что там обсуждалось? Ну, если говорить об WCAS, всемирной встрече на высшем уровне, собственно, и Тунис, и Женева, они определили, скажем так, подходы мирового сообщества к управлению и информационными технологиями, и интернетом в том числе. Практически на этом этот этап был закончен, и потом он продолжался в рамках интернет-гавернанс-форумов, которые вот уже с 2005, по-моему, года, 2006, я не помню, когда точно был первый форум, 2005 или 2006. В 2006 году, кстати, на форуме в Афинах я был, участвовал в нем. Продолжается работа, ну, как бы в формате WCAS, Международного совета электросвязи, ну, такой более-менее специальный, так сказать, международный форум, в котором активную роль играет государство. Форум по управлению интернетом, естественно, работает много лет, вот уже прошел IGF, не знаю, какой сейчас уже, 15 точно, ну, может быть, даже 16. И я так понимаю, что эту работу Международного совета планирует продолжать. На этом Мундиале интересный был опыт, когда собрались примерно те же самые акторы, которые участвуют и в IGF, но стояла немножко другая задача – сформулировать итоговый документ. Итоговый документ был сформулирован с участием всех заинтересованных сторон, в том числе и Российской Федерации, представители Российской Федерации принимали там участие, выступал там, кстати, Рашид Исмаёв, тогдашний заместитель министра связи и массовых коммуникаций. Сейчас он, кстати, будет, насколько я понимаю, номинирован на должность генерального секретаря Международного совета трансвязи. Надо сказать, что, кстати, Международный совета трансвязи – это один из существенных акторов вообще всего этого процесса. Хотя непосредственно управлением интернетом, с точки зрения, допустим, сконтритализации, МСЭ не занимается. В основном это участвует МСЭ в вопросах стимулирования развития в области электросвязи и IT. Что еще? Я думаю, вы замечательно ответили на вопросы. Я старался. Просто очень широкие вопросы, поэтому рассуждать на частности можно долго, но давайте дальше. Хорошо. Рабочих групп и конференций, формов было много. А что с ними стало? Все ли продолжают функционировать на сегодняшний день? Или все-таки какие-то за ненадобностью и из-за потери актуальности уже вы были? Ну, на самом деле, я думаю, что на международном уровне достаточно широко идут процессы, и они волнуми расходятся, затухают потихоньку где-то, но я не возьму сейчас сказать, что что-то утратило свою актуальность. На самом деле, процессы развиваются. Если говорить конкретно про наши локальные вопросы, я, например, участвовал в двух, мне казалось, очень достаточно важных рабочих группах. Это рабочая группа Межведомственной комиссии по подготовке участия России в международных форумах. Но, надо сказать, что вот здесь, скорее, сильно сократился объем и моего участия, и участия Координационного центра, и вообще участия, скажем так, некоммерческого гражданского общества в этой деятельности. Участвовал я еще в работе открытого правительства. Была комиссия по информационным технологиям и телекоммуникациям. Но, поскольку открытое правительство перестало существовать в какое-то момент времени, то перестала существовать эта рабочая группа. А на международном уровне развитие происходит. Нельзя сказать, что и в России, так сказать, как-то вот свернулась эта деятельность, потому что и в Государственной Думе участвуют представители Координационного центра в работе соответствующего комитета в экспертном совете. И в правительстве тоже существует, продолжается эта работа. Поэтому, ну, какой-то такой общего вывода о том, что все продолжает работать или там не все, ну, наверное, что-то перестает за неактуальностью. Как минимум региональные инициативы расцветают и каждый год тот же РИКФ показывает срепосещаемость о том, что данная тема интересна и она развивается прежде всего. Ну, РИКФ, ее достаточно сложно назвать региональной, это вообще-то наша локальная, национальная инициатива. Начали мы ее достаточно давно, в 2010 году, и мы стараемся обеспечить в этом мероприятии международное участие и наших ближайших соседей из бывшего СССР, из СНГ, из Восточной Европы. Но все-таки это национальное мероприятие, и в основном мы там обсуждаем наши локальные вопросы и стараемся популяризировать международную повестку для российской аудитории, в которую входят и представители гражданского общества, и представители государства. Кстати, надо сказать, что последние пару лет, даже можно сказать 2-3 года, участие государства стало значительно более активным, что внушает надежду, что мы сможем выстроить этот диалог достаточно эффективно. Спасибо. Андрей Георгиевич, наше интервью посмотрит достаточно большое количество людей не технической специальности, а гуманитарной направленности. Среди них много, множество специалистов международных отношений. И они спросят, а какова роль ООН во всем этом процессе? Вообще, на сегодняшний день существует много разных оценок возможной роли ООН во всех процессах и эффективности этого участия ООН, потому что, в общем, достаточно часто ООН подвергается критике из-за малоэффективности, которая многим казалось бы, что она должна быть более эффективной работой. Но, тем не менее, если говорить об развитии ИКТ и, соответственно, обеспечении его эффективного использования, то роль ООН, мне кажется, повышается, во-первых. Во-вторых, сложно рассчитывать, что эти процессы будут идти быстро, но, тем не менее, ООН, так сказать, твердым шагом идет к реализации поставленных задач. В частности, существуют вопросы доверия и безопасности, которые, в общем, в повестке, в сегодняшней повестке ООН как раз и стоят достаточно остро. И здесь участие России и в группе правительственных экспертов, которая занимается разработкой правил ответственного поведения, и в группе открытого состава, которая была сформирована по российской инициативе. В общем, работа идет, и работа достаточно напряженная. И, в общем, например, на меня произвело впечатление то, что в итоге удалось и то, и другое, в рамках и того, и другого процесса сформулировать недавно итоговые документы какие-то. Встает еще один вопрос, кроме доверия и безопасности, встает вопрос сотрудничества в процессе развития. И здесь генеральный секретарь ООН предложил некую дорожную карту, которая будет содействовать... выполнение положений, которые будут содействовать развитию сотрудничества, и в том числе продолжению и развитию процесса, который ведется сейчас в рамках форума по управлению интернетом. Спасибо вам огромное, Андрей Георгиевич, за то, что передали свой бесценный опыт. Уважаемые коллеги, вам придаем слово. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok